Привет, друзья мои! Давно не виделись. Сегодня 2 сентября. У нас ещё жара. До 35 градусов поднимается. Бассейн ещё не сливали. Сегодня начнём сливать. Сегодня покажу свой огород, наконец-то. Грядки под чесночок у меня подготавливаются. Вот горчица сейчас до той стадии дошла, когда нужно её лопатой порубить, перекопать и посеять овёс. И будем ждать посадки чеснока, срока посадки чеснока. Вот такая сейчас красота. Огурцы мои живы, ещё и плодоносят. Сегодня сделала сбор. Ну вот, сегодня 2 сентября. Такой сбор. Все я все собрала. Заболели, конечно, мучнистой росой кусты. Ну, буду содой поливать и обрыскивать. Помните, я лечила их от паутинного клеща? Справилась я с этой проблемой. Ну вот сейчас, конечно, они уже в таком состоянии. В кусты вот началась мучнистая роса. Ну, будем проводить опрыскивание сегодня. Сододимексидным раствором. 2 столовые ложки соды загасила кипяточком на ведро воды. И добавила чайную ложку димексида. А листики вот сейчас я пройду и оборву все. Два куста я удалила, потому что и на стеблях мучнистая роса. Сильно пораженные были. Два куста вот там длинноплодных в тени рассадники. Вот эти на солнышке лучше, конечно, себя чувствуют. Хорошенечко оборвала. И сейчас опрыскаем целое ведро. Вон целое ведро набрала листвы этой. Расправила плети здесь молоденькие, которые пошли. Ну, еще они у меня поплодоносят. Кабачки еще плодоносят на сегодня. Сейчас тоже пройду, проверю листики. И заодно с огурцами тоже их нужно будет опрыскать этим же раствором. Содово-димексидным. Здесь сорт кавили. Вот он больше заражен мучнистой росой. Как-то мне он меньше нравится. И плодовая гниль там развивается на них. Искандер мне по вкусу приятней. И вообще лучше он, по-моему. Томаты висят еще. Вот Олег тут прошел, обрезал. Это из ранних. Здесь вот освобождает он грядочку. А вот эти парадайсы прям зелененькие, хорошие кустики. Но на вкус мне они не очень. Он падает. Как-то они поздние, что ли, эти парадайсы. Много зеленых еще. Тут у нас космонавта Волкова еще. И украинские растут. Сегодня срывать буду красные. Ну и тут внизу томатов еще полно. Уже дочка сок сделала. 11 банок. Я замораживаю. Еще есть томатики. О, леска, стой. Вот это розовые. Да, розовол уже вкусные тоже. Ну и на этой грядочке тут. Вот эта пузатая хата. Кто-то уже закончил сбор томатов. У нас еще продолжается. Тут у нас томаты еще зеленеют. Это те, что я хотела выбросить тоже, но посадила на свободное место. Ну вот они плодоносят. Хорошие кустики. О, какой стебель мощный. Это, по-моему, украинские. Здесь высокорослые. Наш урожай томатиков атакует слизни. Вон они повреждают томатики. Кабачки продолжают плодоносить. Огурчики. Закручивать даже умудряюсь. Немного баклажашек. Сегодня переработка у меня. Перцы сорт Носера у меня, к сожалению, бестолковые в этом году. Как-то долго висели без плодов. Сейчас начали завязываться, смотрю. Вообще урожай слабый перцев. Очень мало было. Это посадки малины Олег, которую выращивает в два урожая. Много повырезал от вот этой стеблевой галицы. Вот он здесь выше срезал. Кустик-то живой вроде. Но плодов не будет уже с этого куста. Так что урожай она нам повредила еще. Ого-го как! И моя тоже пострадала. Не было раньше у нас этой заразы. Вот она малинка. Наливается. Уже красные начали срывать мы плоды. И вроде все подчищали. Нет, вот опять пропустили. Вот он узел галицы этой. И верхушка начинает сохнуть. Сейчас я пройду и опять проверю весь малинник. Ну и тут моя малина. Но решила все-таки я буду обрезку-то делать. Весеннюю. Такие длинные плети падают. Не нравится мне. А в прошлом году все так стояло хорошо тут. И вот это тоже не знаю что. Такой проблемы не было. Вот такой год. На вредителей и болезни богатый. А вот тут Олег оставлял жирный такой стебель с повреждениями этого вредителя. Вон какое кольцо. Но видимо питания хватает. И стебель живой пока. Жалко удалять его. Пока не удаляем. Но я ему говорю, это же распространится, зараза. Ну вот оставил. Так что вот смотрите. Вот узел. И вот узел. И дальше питание не поступает. И цветов нет. Смысл держать эту ветку. Как увидите такое, вырезайте. Я вам советую. Безжалостно. Иначе вообще можно остаться без урожая. Мне где-то кто-то писал, что вообще всю плантацию малины даже вырезали. Из-за этой заразы. Вторая волна розочек началась. Моих красоточек. Вот эти мне нравятся. Правда рыхлые. Но все равно они очень милые. Такой аромат они излучают. Великолепный. Заодно это их люблю даже. Она пчелка. Вот она пчелка как лазит. Нектар собирает. Красная роза зацвела. И вот эта красотка. Но правда у нее проблема какая-то с листиками началась. Вот так вот они закручиваются. Мучнистая роса. Похоже это. Надо срочно опрыскивать. И тут вот белая бутенизируется. Вот геранька уж больно хороша. Такими розочками раскрывается. Красотка. Надеюсь рядышком тоже такой же сорт. Светина вот отцветает. Такими шапками цвела. Не знаю снимала я, нет. Белая тоже очень нравится. А тут мурая огромадная вымахала. У меня королевская. Вот два черенка. Принялись. И вот они уже цветут у меня. Вот это светина. Алая. Вот это маринина. Розочки розовые. Но очень она прихотливая. Я ее никак не могу размножить. У меня буквально их два кустика. Ну и тут я понасажала, по-моему, принцессу. А для герани сейчас самая благоприятная пора. Вот я здесь принцессу высадила. Вот это принцесса. А это плющелистная. Которую хотела выбрасывать, но посадила. Ну вот так в таком кашпо. Они у меня дружненько живут. Герань любит более прохладную погоду. Сейчас вот в самый пик пойдет ее цветение. Сейчас наступила пора цветения гераний. Вот так пышно кустик цветет. Принцесса опять у меня вся усыпана цветами. Это уже, я не знаю, четвертое или третье ее цветение. Ну, тут питуньки у меня. И гераньки. И гортензия. Другой сорт. Та вон вдали зеленая. Давно отцвела. Не знаю названия, к сожалению. Так хочется, чтобы розовые шапочки были. Вот у них и форма другая. Ну и тут в балконных ящиках покажу немножечко. Тоже вот тут молодые черенки я высаживала. Зацвели. Вот геранька цветет. Бархатцы сеяли семенами поздно. Где-то, наверное, в апреле, что ли. Вот они цветут. Нормально успевают все. Тут у меня королевская геранька в грунте высаженная. Что-то взлететь не может, что ли. Шмель? Ага. Красивый. Лазит, а взлететь не может. Заметила я его здесь. Ну всем пока-пока. Была рада, что вы были у меня в гостях. Забегайте. Продолжение следует.